Грустное размышление Константа прерывает появление нового заключенного. Вот так чудеса! Рыбу! Констант, дорогой мой! Какой ветер пригнал тебя к Англии! Какой дьявол занес тебя сюда, Констеблю! Я спас на улице какую-то незнакомую девицу, а она в благодарность присягнула, что я пытался ее обесчестить. Уверяет тебя, и я не венея грудного младенца. Ну, расскажи мне, что делал ты после того, как оставил службу в Аст-Индии и вернулся сюда? Особых приключений не было. Служил, пока не сократили армию. Так. А с тех пор разделяю судьбу тех несчастных солдат, которым дали отставку, допустили нищими в красном мундире. Да, таково свойство солдатской одежды превращаться в лохмоте. Наши храбрые солдаты уже привыкли возвращаться с потрепанными знаменами и в рваных мундирах. Опять от берега вдали мы бродим по морям, И лишь ветра родной земли ласкают сердце нам, Пусть ворчит и злится море вновь. Расскажи мне, Рэмбл, что тебя заставило покинуть твою Индию? Что? Да то же, что и погнало меня туда, и ради чего я вернулся. То, чем я дышу, ради чего живу. Женщина. Женщина? Да, женщина. Молодая, красивая, богатая. Ну, а как же она зовется? Да так и зовется. Миссис Рэмбл. Как? Ты женат? Да, Констант. Ну, поздравляю тебя, Рэмбл. Погоди, я ведь тебе не все рассказал, что... Я покинул корабль, на котором находилась моя супруга, Так как меня пригласил на обед капитан другого судна нашей флотилии. Но в это время поднялся внезапный шторм, Я потерял ее корабль из виду, И с тех пор о ней ни слуху ни духу. Сварите пунш, да не жалейте Рома, И пусть он будет горящим, как ад. Это Сотмар, бывалый моряк. Коренастый, грузный, с открытым добродушным лицом. Да, мы забыли рассказать вам о том, Что Рэмбл покинул Сотмара и его приятелей Как раз перед тем, как судьба столкнула нашего героя с Элореттой. Друзья тщетно уговаривали Рэмбл не бросать компании, И теперь, видя друга в такой беде, Сотмар не может сдержать свои досады. Вот они, эти любители женского пола. Ну, что же вы приуныли, голубчики, а? Рэмбл, что ж ты молчишь? Не словечком, а славу женщин, а? Еще одно обидное слово о женщине. Мы перережем тебе глотку и подарим суде еще одно уголовное дельце. Пусть судят нас за убийство. Женщины, это моя религия, и я их верховный жрец. Помилуйте, но человек оставляет своего лучшего друга Беспеченным и невредимым, А наутро находит его на краю гибели. Ну, как тут не ворчать после этого? Где она, эта женщина? Я отомщу ей. Ну, какое обличие принял дьявол на этот раз? Очень соблазнительная, Сотмар. Она божественно сложена. Чудо, как деликатно. А глазки, прелестнейший ротик, Губки пунцовые, как вишня, А грудь? Дайте ему любую женщину, И он сделает из нее ангела. Ну, вот что, Сотмар, будем говорить так. Ты согласись, что она хороша, А я сделаю тебе уступку И признаю, что она просто-напросто длиннейшая. Пустите меня! Пустите меня! Констант! И Лоретта! Ого! Неужто нас обоих посадили сюда за одно и то же? И ты не отвернулась от человека, Обвиненного в таком злодеянии? Ой, я и мысли не допускаю справедливости этого обвинения. Черт побери! Да ведь это не как возлюбленная Константа. Ну, теперь пойдет ку-тюрьма. Что, это и есть та самая дама, Которая оказала тебе вот эту услугу? Ну, что ты! Ведь это порядочная женщина. Сходство, однако, поразительное. Вы верно попали в ту самую потасовку на Лестерфильде, Который разлучил меня с моей служанкой. Да? Это там постиг меня несчастный случай, Как раз, когда я направлялся на свидание с вами. Тогда, стало быть, эта почтенная невеста Константа, Чума ее возьми. Ой, со мной тоже чуть было не приключилась беда. И я должна благодарить вот этого джентльмена за свое избавление. Сударыня, я ваш покойнейший слуга. Так это были вы? Так это тебе, дорогой друг, я обязан всем своим счастьем. Чем я отблагодарю тебя за такую услугу? Фух, ну, пустяки. Твоя дружба моя лучшая награда. Я твой должник навеки. Самая ничтожная услуга, оказанная этой даме, Для меня значит больше, чем вся вселенная. Фух, я был готов и не на такую услугу, если бы она ее приняла. Я рада узнать, что мой избавитель оказался другом мистера Константа. Дорогая Лоретта, расскажите же мне все по порядку. Я никогда не устану слушать рассказы о благородстве моего друга. Хорошо же, слушайте. Сударыня! Что? Ну, сударыня, сударыня, ведь вы были тогда вне себя от страха И вряд ли в состоянии рассказать все наше дело достаточно связано. Нет, 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 нет. Позвольте поэтому мне рассказать капитану Константу все наше приключение, Раз уж он хочет все знать. Так вот, только я расстался с Отваром, Как вдруг я услышал молодой женский голос, взывающий о помощи. Мне показалось, что кричали, я, конечно, не могу утверждать этого, Что кричали, спасите, меня хотят обесчестить. Как? Я ринулся туда, где кричали, И обнаружил эту даму в объятиях какого-то грубияна. Ну, такого наглеца еще свет не видал. Да-да, удивительно наглый малый. И при этом трус. Стоило мне появиться, как он выпустил из рук свою жертву И исчез в одно мгновение. О, дорогой Рэмбл, что ты для меня сделал? Да ну, стоит ли об этом говорить? Я не задумываюсь бы, оказал эту услугу любому другому. Ну, слушай дальше. Подошедшие на шум страшники, Не удовлетворившись объяснениями вот этой дамы, Задержали нас и отправили на утро к суде с квизом. А судья, несмотря на все ее заверения, Припроводил вашего покорного слугу сюда, Где я имею счастье наслаждаться вашим прекрасным обществом. Бесценный друг, да не спошлет мне небо случай оказать тебе подобную услугу. Не дай бог. Пунш, готов, жентернели? Пожалуйста, ко мне вниз, располагайтесь в моем доме, как в собственном. Пока у тебя льется пунш, рекой, мне никакого другого дома не надо. Пошли. Пойдем. Небольшой ельцик, капитан. Да. Тут пришла миссис Квизм и желает поговорить с вами наедине. А, так попросить ее подняться. Слушай. Фух, благополучно выкарабкался из одной истории. Но теперь займемся миссис Квизм. Вас должно быть удивит, капитан, что у меня такое доброе сердце. Сударыня, я не знаю, как мне благодарить вас за ваше доверие ко мне. Вы вполне заслужили его, сударь. Для чего, по-вашему, нынче утром я рискнула остаться с вами наедине? Я полагаю, из человеколюбия, сударыня. Нет, нет, сударь. Я просто лично хотела убедиться, таковы ли вы на самом деле, как вас расписывает молва. А-а-а. Я увидела, что самая добродетельная женщина не могла бы требовать от мужчины большей скромности, учтивости, благовоспитанности, большего смирения, сударь. Сударь, вы оказались до того скромны, что я и представить себе не могу, чтобы вы были способны совершить преступление, в котором вас обвиняют. Сударь, сегодня утром вы произвели на меня столь благоприятное впечатление, что я решилась довериться вам еще раз. Такому джентльмену, как вы, я бы смело верила в свою честь, где бы мы с вами не встретились. Сударыня, вы смело можете довериться мне, где бы мы с вами ни были. И я обещаю вам, что всегда и всюду буду держать себя с вами, как подобает самому благовоспитанному джентльмену, самой благовоспитанной дамы. Сударь, я клянусь вот этой нежной ручкой, этими алыми губками, ах, и миллионом прелестей, заключенных в вашем драгоценном теле. Я не понимаю вас, сударь. Я и сам себя не понимаю. Язык бессилен, и самый ум постичь не может. Нет, нет, только сердцем можем мы предчувствовать те наслаждения, которые готовит нам любовь. Клянусь! Нет! Ни клятвы, ни сопротивления уже не помогут! Оттолкнув гостю в дальний угол комнаты, Рэмбл подбегает к дверям, и незаметно для миссис Сквизм принимается стучать каблуком об пол. Насмерть перепуганная миссис застывает величайшим смятением. Я погибла! Не бойся ничего, дорогая. Что мне делать? Делай, что тебе подсказывает сердце. Пустите меня! Нет! Пустите меня! Не могу же я с тобой расстаться! Я дам вам знать о тебе через полчаса. Нет! Вам предоставят свободу. Свободу? Свободу! Я назначу вам место для свидания. Значит, я могу на вас рассчитывать, сударня? Да, да. Прощайте. Не провожайте меня. Я проскользну черным ходом. Прощай, мой ангел! В следующий раз, когда меня привлекут в суду, мне удастся откупиться от судьи его же денежками. Ого! Что это? Послушай, Рэмбл, какую штуку придумал наш ангел-хранитель. Ну-ну. Теми же сетями, которыми накрыл и опутал нас всех почтенный судья, мы опутаем его самого. Сотнур тоже сыграет свою роль в нашем деле. Ну, а нельзя ли обойтись без него? Почему? Да ему попадется по дороге бутылочка бургундского, и вся наша затея сорвется. Нет! Я не предам вас даже за самое лучшее бургундское, какое только существует во всей Франции. Эта дама осушила сейчас со мной целую чашу пурджа, вы понимаете? Целую чашу. И тем завоевала мое сердце. Я горжусь победой над человеком такого высокого ума, как мистер Сотмар. Ого! Констант, еще один такой комплимент, и тебе придется ревновать, милая. А, пожалуй, он уже мог бы плеветь. Плевим на вате сейчас. Ой, клянусь всеми радостями, какие нам даруют вино, вы мне нравитесь, сударыня. И если бы по одну сторону поставили бутылку бургундского, а по другую вас, то, ей-богу, я... Ну, я не знаю, кого бы я выбрал. Ну, так расскажите же мне о вашем заговоре. Нет, только не здесь. Пойдемте вниз. Такие секреты должны обсуждаться лишь за торжественным столом заседаний. Стакан замыкает человеку уста. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, Так поднимем наши чаши и осушен их отна. Так поднимем наши чаши и осушен их отна. А пока наши друзья готовили заговор против сквизма, почтенный судья тоже не терял времени. Ночью под проливным дождем пробрался он к своему секретарю Куиллу Никак не ожидавшему увидеть в этот час своего благодетеля Мы можем смело утверждать это, так как Куилл встретил судью на крыльце В длинной ночной рубахе и ночном колпаке Сударь! Куилл, на тебя можно положиться? Конечно, сударь! Я знаю Короче говоря, Куилл, я подозреваю свою жену В чем, сударь? Боюсь, что не меня одного она удостаивает своей благосклонностью И что я с некоторых пор состою в почтенной корпорации рогоносцев Тогда ваша милость принадлежит к самой обширной корпорации в Англии Да, но рога приносят мужчине одно преимущество С их помощью он может выставить свою жену за дверь Преимущество немалое сударь Да, но для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом Недостаточно того, чтобы сам рогоносец знал о своем позоре Нужно, чтобы его позор стал публичным Вот, Куилл, я и решил обратиться к тебе Так как у тебя есть возможность наблюдать за моей женой Если нам удастся поймать ее с поличным Ты получишь изряднейшее вознаграждение Ибо, если я не разоблачу ее Она разоблачит меня Оплатить ей вечно, чтобы она держала свой язычок за зубами Значит, разориться в конец Чтобы заткнуть рот женщине Никакого золота не хватит Я постараюсь быть как можно усердней А я, возможно, щедрее Если ты добьешься успеха Ну нет, почтеннейший судья На такую приманку я не поддамся Твоя жена заплатит мне гораздо больше за такую же услугу Пойду-ка я к ней и раскрою весь заговор Ведь если ее выгонят из дома С этим скупердяем мне будет не сладко Он так жаден Готов жить со свету всех мошенников Кроме себя самого Кроме себя самого Судья Сквизма не подозревал Какую ловушку готовят ему и Лоретта, и ее друзья Рэмбол, освобожденный из тюрьмы по настоянию миссис Сквизм Показал ей любовную записку ее супруга, адресованную Лоретте А сама Лоретта отправилась в кабачок-орел На свидание к судье И когда Сквизм, оставшись с Лореттой наедине Принялся настойчиво добиваться ее благосклонности Из бочки, стоящей в углу Неожиданно для судьи появился сотмар Ба! Что за чертовщина? Никак судья Сквизм собирается обесчестить девицу Заклинаю вас небом, сударь, помогите бедной, одинокой, несчастной девушке Этот злой человек коварно соблазнил меня О, господи! Стыдно, мистер Сквизм, судья, блюститель закона, а сами же его нарушаете Жальтесь, сударь, надо мной схватите его Если только закон распространяется на судей, я добьюсь, что этого негодяя повесят Сударь, если есть правда на земле, я невинен Да будь ты хоть трижды невинен, это тебя не спасло бы Виселице так редко достается законная добыча, что только попадись ей, не выпустить И вы смеете утверждать, что вы невиновны? Да вот, свидетель! Теперь я вижу, меня предали, я попал в свою же ловушку А, понимаю, сударня, вы, очевидно, рассчитываете получить с меня деньги Я ведь слишком хорошо знаю законы и потому не стану спорить Надеюсь, вы будете благоразумны в своих требованиях ко мне Я ведь беден, очень беден С моей честностью не больно-то разбогатеешь Сударь, никакие миллионы не способны приостановить мое мщение Вас повесят в назидание другим Ах ты, негодяйка, жестокая Жаждет крови Голубчик, я вам дам стогиный А вспомните, как вы обошлись нынче утром и с двумя джентльменами Но я отомщу за них Сударь, пошлите же за стражей, прошу вас Одного я из них освободил, а другого немедленно прикажу высвободить Сударня, будьте на этот раз милосердны Жальтесь над этим несчастным, над этим заблудшим служителем правосудия Сударь, я не в силах в чем-либо отказать вам Дайте мне перо и чернила Я тотчас за ним пошлю и прикажу его освободить Эй, послушай, любезный Принеси-ка сюда перо, чернила и бумагу Живо! И у тебя хватило бы совести присягнуть против меня, бедного старика В самом деле, это было бы немного жестоко, сударня Неужели у вас хватило бы духу смотреть, как болтается на виселице этот мешок с костями? Ну вот, перо, чернила и бумага Пишите же, сударь, скорее приказ об освобождении того джентльмена Пишите, это же и вам вольная! Субтитры сделал DimaTorzok